привет с вами друзья и гости канала всем огромнейший привет 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 и вот первый раз я пробую записать видеоролик на камеру какая там про про 12 что ли да про макс 12 посмотрим что такое получится и сегодня какая тема тема очень интересная многие из вас стоят перед выбором куда же своего ребенка определить в секцию скажет макс тебе какая разница да нет никакая разница просто я недавно пообщался с некоторыми тренерами и недавно мы оформляли заявки на ипотеке и я так был приятно удивлен вы знаете что например если вдруг правильно грамотно ребенок выберет вид спорта то он может последующем зарабатывать вполне даже себе хорошие деньги например если мы берем сам игровые виды спорта то номер один это у нас конечно же футбол я вы знаете я думаю что у футболистов большие зарплаты я думал раньше что футболиста может быть зарплата там 500 тысяч рублей даже думал что миллион может быть и представляете я ошибался оказывается такой зарплаты нет особенно те кто работают кто играет за клуб в сочи оказывается кокорину который играл за клуб в сочи ему платили оказывается от 30 до 70 миллионов рублей и кто-то скажет макс ну бред ну я тоже так говорю бред а мне говорит нет это не бред говорит плюс еще он снимал апартаменты в хаяте который просто платил за аренду апартаментов полтора миллиона рублей в месяц и так далее так вот конечно не все там кокорина не все там дзюбы не все там получают такие большие деньги но все же такие деньги зарабатывают ну и конечно хоккеист они на втором месте и какие хоккейная команда которая проигрывает доблестно в сочи всем и вся там тоже есть кто зарабатывает 3 миллиона рублей месяц есть кто зарабатывает 7 миллионов, есть кто 5 миллионов зарабатывает, есть кто миллион зарабатывает. Но поверьте мне, миллифон рублей тоже это хорошие деньги. Кто скажет, у них век короткий. Ну, ребят, короткий, не короткий, но за этот век можно заработать по самому не хочу. А у кого длиннейший век? У шахтеров? У них длиннейший век? Или у кого длиннейший век? Поэтому, я думаю, все относительно. Ну и, конечно, если ваш ребенок не хочет все-таки склоняться к игровым видам спорта, то все-таки большой теннис, большой теннис. Конечно, есть виды спорта, такой, как гольф, там еще больше денег, еще больше всего, там бейсбола, из которого я имею в виду именно Россия. Россия – это у нас теннис, это у нас футбол и, конечно же, хоккей. Там, где действительно ваш ребенок, ходя в спортивную секцию, добиваясь того или иного результата, может зарабатывать хорошие деньги. Так вот, кто-то скажет, ну, не все же станут там Пеленис, все же станут у нас, кем там еще, Рональдини, там, не кажется, Месси. Согласен. То же самое и касается и в жизни, да, вот не каждый станет там Максимом Коломейцевым. И по большому счету риелторов-то в Сочи много. Кто-то зарабатывает миллион рублей в месяц, кто-то зарабатывает полтора миллиона рублей в месяц, а кто-то зарабатывает в месяц 20 тысяч рублей. Хотя все на одинаковых условиях. То же самое с футболистами, да, кто-то зарабатывает больше, кто-то зарабатывает меньше. Кто как, наверное, вкладывает, кто-то как вкалывает вот в свое развитие. Поэтому, если у меня будет ребенок, я обязательно буду делать акцент либо на теннис большой, либо на хоккей, либо на футбол. Теперь кто-то спросит, Макс, ну это стоит денег? Да, ребят, конечно, стоит денег. Как мне сказал тренер-хоккеист, он сказал так, ребенка довести до логического завершения, чтобы он начал играть хотя бы там, ну хотя бы начал играть в молодежь, примерно обходится в 400 тысяч долларов. Вроде кажется большая сумма, ну реально большая сумма, но если правильно, грамотно все сделать дальше, то за один год он эти всю сумму полностью все окупит, играя за тот или за иной клуб, ребят, играя за тот или за иной клуб. Ну как бы это, я думаю, действительно это так оно и есть. Ну и конечно же тренерский состав зарабатывает совсем другие деньги, чем те, кто там, не знаю, преподает там рукопашный боксинг и так далее. Вообще самое главное правило, вот послушайте меня как учителя физической культуры, у которой есть красный диплом, самое главное, наверное, это отдавать своего ребенка именно в ту секцию, которая, мягко говоря, является олимпийским, да, вот олимпийским видом спорта. Например, вот зюдо – олимпийский вид спорта, но там денег не заработаешь, если только не будешь другом Путиным. А, например, возьмем тот же самый, например, самбо – не олимпийский вид спорта, и, например, отдать ребенка в самбо или дзюдо, но дзюдо – это лучше там, а сиро – не другое, там, ну, гораздо лучше, там, ну, интереснее, ребят, ну, сто процентов интереснее. То же самое – отдать ребенка в бокс или в кикбоксинг. Бокс – олимпийский вид спорта, поэтому, конечно, в боксе перспективы больше. То же самое касается, там, тэквондо. Да, мне тэквондо не особо нравится, да, но в тэквондо лучше, да, чем, например, чем в каратэ-до, чем в каратэ-шатакан, там, чем всевозможные, там, другие-то разновидности каратэ и так далее. Понимаете? Вот, вот как бы так – кюшинг-хай, там, и так далее. Теперь, что касается, что касается, ну, прочего, да, вот. Я посмотрел, да, мы там сделали пару заявок, не буду говорить ни фамилий, ничего тренерам. Ребят, тренера в Сочи зарабатывают больше, чем 100 тысяч рублей. Для меня это было открытие. Я вот думал, может быть, сестре пойти работать по специальности, вот ей, например, как девушке 100 тысяч в Сочи хватило бы за глаза. И, действительно, зарплата больше 100 тысяч есть. Для меня почему-то в голове, что тренер, там, зарабатывает, там, 15-20 тысяч рублей, но мне так вы улыбнулись, ну, какой – официальная зарплата больше 100 тысяч, дают имботеки и все остальное. Поэтому, вот, как бы, вот такая интересная у меня получилось знакомство, интересное получилось знакомство, сам в шоке. Но, опять же, да, кто-то там скажет, там, не все смогут добиться того или иного результата. Ну, а раз не все не смогут добиться того или иного результата, значит, и в жизни. Вот спортивные секции, вот эти все вот спортивные секции, они дают самое главное качество, которое не может дать тебе никто. Это силу воли, это целеустремленность, это, знаете, такой злой азарт, когда ты должен быть первым, ты должен быть номер один. И эти навыки, которые формируют себя посредством того, что ты занимаешься именно спортом, не физической культурой, а именно спортом, спортом, да, собственной соревновательной деятельностью, благодаря этому, как бы, в последующем ты добиваешься максимального результата. Посмотрите на всех спортсменов. Все спортсмены, которые добились какого-то результата в спорте, при том, хорошего результата, они все добились такого же результата и в жизни. Нет такого, чтобы там, не знаю, там, ну, не приведите мне пример, чтобы, например, был выдающийся спортсмен, а сейчас он там никто и так далее. Майк Тайсон, да, вроде там были у него провалы, там банкрот был и так далее. Ничего страшного, он хорошо живет, там, тигр есть и так далее. Ну, любого, ну, посмотрите. Поэтому спорт, он в жизни ребенка нужен, да и в вашей жизни нужен. Например, я недавно хотел купить брату абонемент World Class. Когда себе продлевал, думаю, ему куплю. Думаю, ну, что думаю, посмотрел, он там такой кабан такой, такой толстяк-убийца такой, думает, да, ну, блин, надо купить, думаю, ну, может быть, спортом, ну, может быть, семья не получается. Прихожу покупать ему абонемент, а мне говорит отдел продаж, а вы знаете, у вашего брата-то еще действующий абонемент есть. Я говорю, серьезно? Я говорю, серьезно, вот у него есть абонемент действующий. Вот вы помните, вы ему покупали, вот он до сих пор действует, когда был коронавирус, она там переносилась и так далее. И все, он просто у вас не ходит. Я понял, что насильно-то мил не будешь, ну, реально насильно мил не будешь. И что? Да ничего. Я не стал покупать ему абонемент, потому что, когда он сам к этому придет, он найдет деньги на спортзал, найдет время, найдет возможности и так далее. Ну, могу сказать одну простую вещь, что я хожу на тренировку не тренировать мышцы, я хожу на тренировку, тренировать силу воли. Потому что, знаете, как тяжело возвращаться в спортзал, когда ты там два месяца не занимался. Когда ты вместо того, чтобы пойти в спортзал, там мог взять, пойти с пацанами, например, то же самое, например, Старгород и попить лучше с ним пивка, посмотреть на красивых девок, обнаженных, там еще что-нибудь, понимаете? Как бы, это второе даже поинтереснее было бы, чем первое. Ну, ты понимаешь, что это все не то. Это так же, как и сейчас я еду на встречу с клиентом, а можно было там поехать в кальянную. В кальяна было бы куда поинтереснее, чем встретиться с клиентом. Ну, ты едешь на встречу с клиентом, потому что ты понимаешь, что от кальяны у тебя только будут убытки, у тебя не будет никакой прибыли, ничего. Есть кто-то спрашивает, а от спорта у тебя здоровье прибавляется, как минимум здоровье. А здоровье это то, чего ты не купишь в этой прекрасной жизни. Кто-то там спрашивает, Макс, ты как похудел? Да, сегодня я улетаю отдыхать, да-да, сегодня улетаю отдыхать, далеко лечу. И, конечно, я за три недели скинул ровно 10 килограмм за три недели. Но это не только правильным питанием, это еще и жесткими тренировками. Я тренировался по шесть дней в неделю. Вот эти все, получается, эти три недели. Шесть дней в неделю я занимался, я сжигал жир, я пахал. И, конечно, такой результат, минус 10 килограмм. Я знаю, что за отпуск я немножко расслаблюсь, а я еду немножко расслабиться, позволю себе отдыхать, позволю себе ходить по песочку или по гальке, не знаю, что там будет. Но я хочу немножко отдохнуть творчески, потому что тоже я немножко устаю. Иногда хочется развеяться. И, кстати, я заметил, как только я начинаю ходить в спортзал, от меня меньше исходит агрессия, от меня меньше исходит негатива. Потому что от эту всю отрижательную энергию я как-то оставляю в зале на железе, на мешке, на мешок, подумали, что это какой-то другой человек. Нет, нет, это груша такая, груша, мешок называется. Нет, конечно, есть мешки, которые боксируют, они тоже их называют мешки, потому что ничего сделать не умеют. Например, в танках, кто не умеет играть, его называют нуб. Например, в боксе, кто не умеет боксировать, его называют мешок. Ну и вот, в общем, как бы так. Вот так. Поэтому, ребят, я об одном жалею. Лучше бы папа меня взял бы и отдал бы в секцию футбола или хоккея. И сейчас бы где-нибудь играл бы где-нибудь в Штатах и зарабатывал по 50 миллионов рублей в месяц, занимался бы своим хорошим, увлекательным делом. И было бы все хорошо. Ну, кто знал, кто знал. Ну, я лично, например, только недавно узнал. Я говорю, я думал, что хоккеисты, футболисты зарабатывают большие деньги. Ну, реально я так думал. Ну, думал там, ну, миллион рублей. Хотя миллион в другой сфере можно заработать. Ну, когда я узнал, что по 30, по 70 миллионов рублей зарабатывают, я офигел. Потому что я не знаю сферу, в которой можешь было за месяц заработать 30 миллионов рублей. Не берем максимально, берем 30 миллионов. Да, вот Кокорин зарабатывает 30 миллионов. Что сказать, задекларированный доход. И я думаю, что стоило всю жизнь, наверное, отдать футболу, тренировкам, чтобы потом в последующем можно было так же спокойно, комфортно жить. Ну, так бы так. Ну, ладно, ребят, вам всем отличное настроение. Снимал я на 12 Pro Max на фронтальную камеру. Не знаю, что там у нас с качеством. Хорош качество или плохое. Пишите в комментариях под этим видеороликом. Это был такой небольшой тест. Ну, а вам всем хорошего настроения. Вам добра и пока.